В эфире главные новости в студии Дмитрий Пустовой. Здравствуйте! Итак, коротко о том, что же вы увидите сегодня. На тот берег не перейдешь. Все окружены. Все. Звалы до помирания. Остров невезения. В ожидании ремонта мостов жители деревни Каменец вынуждены ходить за хлебом через реку вброд. Учителя работают один на один с детьми. Уроки в неволе. Пребывание в СИЗО для подростков не отменило начало учебного года. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Диалог». В режиме диалога с регионом. Авторский проект политолога Дмитрия Аронова набирает популярность. Новые горизонты. Орловский боксер Дэрд Трояновский отказался от боя в Германии ради возможности стать обладателем пояса в престижной версии. Губернатор Вадим Потомский посетил с рабочим визитом Калужскую область. В ходе поездки глава региона познакомился с работой индустриального парка «Росва». Сегодня же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между правительствами Калужской, Орловской, Тульской областей, а также администрацией Владимирской области. Документ предусматривает создание благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для развития межрегиональной интеграции и укрепления связей в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт и ЖКХ. Регионы между собой начинают коммуницировать в области взаимонаполняемости и заменяемости в какой-то части. То, что было раньше. Поэтому я считаю, что надо Анатолий Дмитриевич сказать огромное спасибо, что нас сегодня здесь собрал. Это очень хороший виток, это новый толчок с точки зрения и в экономике. И как Вадим Сергеевич Грузия сказал, он для нас является курой, потому что в 1998 году, когда все экономические зоны ВАС и индустриальные парки начали строиться, это был тяжелый промежуток времени, потом 2008 год и сейчас непросто. Но это показатель того, что нужно уметь в бизнесе правильно рисковать и правильно принимать решения, которые в дальнейшем позволят реализовать проекты, самые главные пополняющие бюджетные наполнения каждого бюджета любого региона. Поэтому это очень хорошее сегодня мероприятие. Я-то не ожидал вот таким эффектом вот такого, но для себя сделал очень большой водой и есть чему учиться в колонии. Вопросы соблюдения законности избирательного процесса обсудили с журналистами лидеры региональных отделений политических партий. Напомним, до выборов в городской совет Орла остается уже меньше двух недель. Наталья Пехтерева с подробностями. Политические взгляды разные, цели напротив. Общие, честные выборы. В одном зале региональные лидеры шести партий. Мы заинтересованы в том, чтобы выборы были честными и свободными, говорили присутствующие во главе угла политическая конкуренция и профессионализм. Мы хотим, чтобы победили самые достойные и самые достойные программы, которые они будут предъявлять своим избирателям. Ну, обид у нас никаких нет. Опыты мы набрали с ценного. Будет лучше в следующий раз. Мы выступаем, что за политическую конкуренцию. Тот лозунг политической борьбы, который у нас до сегодняшнего времени часто использовался, мы считаем он вреден и дестабилизирует ситуацию. На сегодняшний день, в общем-то, мы увидим позывы власти президента во всех его речах и словах, что ребята, давайте, предлагайте новые методы, новые какие-то предложения, которые позволили бы внести какие-то изменения. Мы говорили, что, к великому сожалению, видимо, у тех партий, которые сегодня занимаются всеми этими грязными технологиями, за спиной-то, наверное, нет дел, которые сегодня жители города Орла, Орловской области видят. Это и детские сады, это и школы, это капитальный ремонт внутридворовых территорий, строительство бассейнов, строительство ледовых дворцов. Масса-масса позитивных вещей. И мы видим, что сегодня город Орел действительно преображается. Еще в августе представители четырех партий подписали своего рода договор за честные выборы. Инициатива создания и подписания соглашения принадлежала Родине. Среди главных целей объединение конструктивных сил вне зависимости от политических взглядов и пристрастий. Уважительное отношение ко всем участникам избирательного процесса не менее важно. Выборы должны проводиться без провокаций и грязных методов борьбы за голоса избирателей. Я понимаю, у нас у каждого политические разные взгляды. Мы политические оппоненты. Но еще раз повторяю, конструктив должен быть во всем. В том числе и в политической борьбе. Как мы потом друг другу в глаза посмотрим? Мы живем все под одним небом. Под Орловским небом. Мы предвидели это, что те партии, которые не подпишут соглашения о честных выборах, будут вести их нечестно. Мы, правильные парламентские партии, должны бояться конкуренции. Но мне очень понравилось, что сказал Зайцев от партии Яблоко, что чем больше партии, тем больше интереснее будет игра, интереснее будет борьба. Я еще раз обращаюсь ко всем и к жителям и смотреть обязательно списки партии, смотреть плакаты, те политические силы, которые сегодня выдвигают судимых, фактически криминал во власть. Посмотрите списки, уважаемые избиратели. Это тоже очень серьезно. И, на мой взгляд, криминалу не место в органах исполнителей власти и представительного органа местного самоуправления города Орла. Сегодня, посмотрите, многие самовыдвиженцы идут и фактически покупают, уже есть в избирательной комиссиях жалобы, покупают избирателей. 500, там 300, тысячи рублей. Но это нарушение закона, прямое нарушение закона. Подписи представителя ЛДПР в меморандуме хоть и не было, но принципы партии разделяет. Мы заинтересованы в проведении чистых и прозрачных выборов, подчеркнул Андрей Куцин. Выборная кампания должна проводиться честно, в рамках закона, без поливания грязью, бросания грязными тряпками, грязным бельем. Это ни в какие рамки не лезет. Напомним, выборы депутатов Горсовета 5-го созыва состоятся 13 сентября. Досрочное голосование проводится участковыми избиркомами уже со 2 сентября. Надали Пехстерева, Павел Джимабаев, телеканал Первый областной. Мы продолжаем рубрику «Добро пожаловаться». В редакцию главных новостей обратились жители деревни Каменец Крамского района. Природа так распорядилась, что река Ицка разделяет этот населенный пункт на две части. Причем одна из них больше похожа на остров. Со временем мосты, соединявшие разные берега одной деревни, пришли в полную негодность. Олег Рудаков с подробностями. Мосточек этот давно требовал ремонта, рассказывают жители. Но его все не было. И переправа, не дождавшись строителей, благополучно канула в реку. Был когда-то мост, по которому и взрослые жители, и дети ходили в школу в Шаховскую. Теперь данного моста нет. После того, как этой зимой прошел дождь, река подняла его и снесла в сторону. Благо, река в этом месте не глубока, и жители переходят ее вброд. Но это летом. В холодную же пору на такое вряд ли кто отважится. Такая же история и со вторым мостом. По данному мосту также местные жители ходят на автолавку за продуктами, которая приезжает на ту сторону, когда два раза в неделю, когда один раз в неделю. Почтальон носит письма. Иногда отказывается, оставляет почтовую корреспонденцию у жителей того берега. Из-за отсутствия переправы жители островной части деревни добираются до цивилизации в объезд за 5 километров. А напрямую это было бы гораздо короче. Дорога через поле, там ее пашут. Дождь прошел, все, не выйдешь. Ни за хлебом, ничего. Вот эта речка разливается. На тот берег не перейдешь. Все окружены. Все. Свалу да помирай. На все свои обращения в районную и сельскую администрации жители слышали, что, мол, деревня бесперспективная. Одна дорога стихийная, накатанная сельхозтехникой, и делать ее никто не будет. А для ремонта другой вот-вот выделят деньги и отсыпят щебнем. Но пока ни денег, ни щебня. Оно и понятно, кризис. В планах было ремонт дороги, строительство дороги до населенного пункта деревни Каменец. Включение в федеральную программу социального развития села или устойчивого развития сельских территорий. То есть мы искали выходы, включение. Но в связи с тем, что сейчас финансирование сокращено, мы не можем не запланировать, не запроектировать указанную дорогу. То есть будем ждать помощи от вышестоящих инстанций области или района. Такая же ситуация и с ремонтом моста. А жителям остается лишь вспомнить поговорку «Господь терпел и нам велел» и ожидать помощи свыше. Олег Рудаков, Олег Фомин, телеканал Первый областной. Новый учебный год накануне взял свой старт не только в орловских школах и вузах, но и в местах особого режима. В классах орловского СИЗО. Специфика учреждения такова, что фактически учителя работают один на один с детьми. То есть 33-я статья федерального закона. Их тяжесть преступления, возраст класса 10-11. Все это накладывает свой отпечаток. То есть своими техническими в большинстве нельзя, да? Нельзя. Сейчас в изоляторе находятся 5 несовершеннолетних. Несмотря на камерную систему содержания, для молодых людей имеется специально выделенное помещение – учебный класс. Образованием подростков займутся учителя, которые также преподают в общеобразовательных городских школах. Еженедельно занятия в СИЗО будут проводить педагоги 48-й школы. Мы работаем с управлением исполнения наказания всего лишь один год. И поэтому мы только в этом году выпустили первых детей и 9-го класса, и 11-го класса. Но вот единственное, что наши дети, которые находились здесь в СИЗО, несовершеннолетние, они освободились и вернулись к нам в школу для дальнейшего обучения. Общественная дискуссия на первом областном формате ток-шоу. Так выглядит авторский проект политолога Дмитрия Аронова «Диалог». Найти оптимальный вариант решения региональных проблем с учетом мнений всех сторон – основная задача программы. Сергей Кравцов расскажет. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы «Диалог». Именно так дважды в неделю начинается честная и открытая беседа о жизни города и области. Программа «Диалог» на первом областном в первую очередь – это площадка для обсуждения и решения проблем – коммунальных, правовых, общественных, политических. Дать, возможно, большему количеству людей, которым, ну, что называется, есть что сказать, это самое в эфир и сказать, чтобы была возможность сравнить точки зрения. В эфире первообластного проект насчитывает шесть выпусков. За это время гостями студии становились известны орловчане, такие как Михаил Вдовин, Андрей Усиков, Виктор Левцов и многие другие. Спецпроект отличается других тем, что разговор идет на равных. Давно назрела необходимость такой передачи, где можно было бы обсудить острые проблемы, стоящие перед нашим городом и областью, где можно было бы в такой дискуссионной, свободной форме поставить значимые задачи и наметить пути их решения. Полчаса на обсуждение конструктивных предложений по улучшению качества жизни орловчан – таков регламент программы. Конечно, полчаса для обсуждения тех серьезных вопросов, которые поднимаются на этой передаче, категорически не хватает. После каждой передачи наши гости остаются еще на час и даже более, потому что они продолжают обсуждение этих вопросов. И, пожалуй, я бы сказала, то, что происходит после, иногда даже интереснее того, что происходит в эфире. Новый проект по-своему уникален. Темы только самые актуальные. Аудитория – все заинтересованные слои населения. Выделить какую-то конкретную целевую аудиторию для проекта «Диалог» достаточно тяжело, так как ключевые темы – это предстоящие выборы в городской совет, предстоящий юбилей города, 450-летие, касаются, пожалуй, каждого – от студента до пенсионера. С этим согласен и гость программы председателя региональной ассоциации профсоюзных организаций студентов Роман Дашкевич. Те проблемы области, которые обсуждаются в проекте, не чужды и для молодежи. Размер стипендий, трудоустройство, жилье. Все проблемы региона, конечно же, для студентов актуальны. Если они не актуальны для студента как студента, то они для него актуальны как для жителя региона. Программа наглядно демонстрирует развитие диалога между жителями города и властью, свидетельствует об открытости первых лиц области, а также по-настоящему соответствует своему названию «Диалог». Сергей Кравцов, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Запланированный бой между орловским боксером и представителем «Намибии» Джулиуса Миндонга не состоится. Напомним, 5 сентября в немецком Дрездене чемпион мира в легком весе Эдуард Трояновский должен был защищать свой титул по версии IBO. Но встречу в ринге отменили в пользу другого боя, более престижного. Алана Важенина расскажет подробнее. Вместо боя в Дрездене нашему спортсмену устроят объединительный бой 4 ноября в Казани. Победа в новом поединке должна принести Трояновскому пояс чемпиона мира еще по одной версии – IBF. Этот бой сам Трояновский считает более престижным и давно стремился к участию в нем. Вот что сказал наш спортсмен, в данный момент находящийся в Москве в интервью по телефону. Как ты сам относишься к тому, что тебе бой в Дрездене отменили? Я не расстроен, потому что тот бой на 4 ноября, некоторые, ну то есть боксеры могут ждать очень долго, потому что он очень, такие бои очень важные. То есть бой за титул чемпиона мира по одной из основной версии. Поэтому я не расстроился ни капли. Я уже давно этот бой хотел. Однако за новый пояс Трояновскому придется сразиться также с незнающим поражением 34-летним аргентинцем Сезаром Рене Куэнко, владеющим титулом чемпиона в этом же весе. В результате возможного поражения пояс Трояновского по версии IBO может уйти сопернику. Наш боксер на прошлой неделе на показательной тренировке продемонстрировал свою готовность. Эдуард находится в хорошей форме и готов ко всем неожиданностям в ринге, заверил тренер. Вижу над чем нам надо можно работать и у нас есть все возможности для этого. Нужно идти вперед и вперед. Сам Трояновский не расстроился отменившимся бою в Дрездене. Победа в Казани продвинет его еще выше в турнирной таблице и сделает его обладателем еще одного пояса. Напомним, на данный момент наш боксер является чемпионом мира по версии ПАБа и IBO. Он провел 22 боя. В большинстве из них одержал победу досрочно. Алла Наваженина, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. Годовщину окончания Второй мировой войны орловчане отметили массовым запуском воздушных шаров с главной городской площади. Перед зданием областной администрации утром собралось около полутысячи человек. В руках у каждого воздушный шар. Ровно в 10 часов они окрасили небо в черно-оранжевые цвета. Ура! Акция заключалась в участии жителей города Орла, студентов, школьников, всех желающих выстроиться в слово «Орел» и запустить гелевые шары с символикой георгиевской ленточки. Подобные флешмобы сегодня прошли также во всех городах воинской славы. Это все на сегодня. Интересную информацию продолжайте сообщать нам по телефону редакции 761028, а также пишите на сайт obladin.ru. В студии был Дмитрий Пустовой. Всего доброго. Смотрите нас завтра в это же время. Субтитры делал DimaTorzok Селок Стрелецкий. Сейте лучшим. Получайте прибыль. Будьте успешными. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фотосувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка 250 рублей. Футболка 500 рублей. Подушка 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел Шумяна 37, первый этаж. Звони 760908. Скидка 20% и озеленение в подарок. danilomaster.ru Экспресс-радио представляет Первый в Орле. Фестиваль «Охота на дичь». 5 сентября на сцене «Грин Эйр». А также победитель проекта «Охота на дичь», которого выбираете вы. 5 сентября. «Грин Эйр». Начало в 16 часов. Наши партнеры. Город развлечений «ТМК Грин». Компания «Барс Авто». Автосервис и сеть фирменных магазинов автозапчастей в Орле и Орловской области. Праздничное агентство Светланы Нарышкиной. «Артист. Сделай свой лучший праздник». Мобильный оператор «Теле-2». Качественная связь и скоростной интернет по низким ценам. «Славянская мебель». Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. «Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто здоровым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на Экспресс-радио. Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44-40-20. «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова